Почему Лукашенко просит не голосовать за него на этих выборах? Вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. Ну хватит уже! Увидеть парад и умереть. Ура! Кто пировал во время чумы? Новая волна преследования несогласных. Все, дайте руку! Давайте я в ногу, я большой, дайте ногу поверну! Эти и многие другие новости Беларуси прямо сейчас на канале НЕХТА. На земле скорая готовится забирать новых пациентов с коронавирусом, пока в небе десятки аппаратов ИВЛ в виде самолетов летят на парад. Ситуация в Беларуси в последнее время серьезная подспорья и для полета фантазий людей творческих. «Алекс в стране чудес» — это еще самое мягкое из того, как белорусы описывают то, что происходит в стране. Правда, власти расстановкой приоритетов особо не заморачивались. Прекрасная картина у нас на проспекте. Из-за парада не пропускают скорую. «Что важнее, парад или жизнь человека? Люблю эту страну». И нет, это не вырванный из контекста единичный случай. Между борьбой за жизнь и парадом самоубийц в этой стране выбор, разумеется, всегда делается в пользу второго. А у людей выбора нет. Парад во время чумы — самая первая и логичная из характеристик, которая приходит на ум любому адекватному человеку, который мог наблюдать все действия 9 мая в Минске. Поздравляю вас с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Ну, кто победил во время войны, расскажи. Кто, кто? Белорусы. Соседи наши помогали, вместе с нами воевали, да? Ну, да. Толпы согнанных, вопреки заявлениям Лукашенко, работников госпредприятий и студентов. Я бы лучше поспал. С нами руководство школы. Просто попросили. Мне пару знакомых билет предлагали, говорю, нам премии на работе, типа, лишат. Это с работы. Иначе не продлят контракт, так и запишите. Переехавшие недавно из России и неподконтрольных правительств у частей Украины ура-патриоты. Мы приехали из города Донецк, но временно мы живем в городе Минск. Мы россияне. Ну, мы из России. Вы гости в Минск, а сейчас? Да. Откуда вы приехали из Казахстана? Мы пришли на парад, потому что мы вообще живем в Астралии. Все страны вкалывали на Гитлера, все приветствовали его. Какая коалиция это была? Просто преступление и позор Западной Европы. И одурманенная пропаганда и ковид-диссиденты. Коронавирус – это не болезнь. Я смотрел Ютуб. На 90% весь этот ковид – это одна большая афера. Хозяева денег тихонько деребанят между собой мир. Даже если это биологическая война, мы победим. Кто верит в Богу, тому ничего не страшно. То, что все эти люди собрались в одном месте и в одно время, возможно, и неплохо. Почему вы не боитесь, что тут можете захворять? Потому что мы патриоты. Жаль только, что к ним не примкнули инициаторы бурлений по поводу парада в интернете. Наглухо самоизолировавшиеся даже от здравого смысла и давно скучающие по разуму на карантине жители постсовка в такт солдатскому шагу чеканили по клавиатуре невнятные дифирамбы про батьку молодца и смелую Белоруссию. Из Мухозранска-то по-любому виднее, что там в Минске. С любовью с сердца России Рязанской области. Молодец и браво президента Белоруссии. С великой победой. Спасибо, Белоруссия. У вас больше духа и разума. Батька, круто против всех. Спасибо, дорогие земляки, за такой особенный день победы. Смотрели и гордились за вас в Нью-Йорке. С днем победы всех бывших республик. Спасибо, батька, что провел этот парад. Белорусы из Америки с вами. Министр обороны Белоруссии пошел еще дальше. И прямым текстом заявил, мол, не будь парада, умерло бы еще куда больше людей, чем от короны. Этот парад нужен нам. Наверное, больше, чем мы. И пища, чем воздух. Так что мы и без ваших хвалебных от, сами с усами. Всячески пытались дать понять зрителям парада его организаторы. Мол, смотрят нас чуть ли не в Антарктиде. Америка, Европа, Азия. В этом году к нам присоединились зрители Австралии, Индии, Китая. Жаль, что популярный нынче в этих ваших интернетах трек так и не исполнили. Ветеранов на трибунах, к счастью, было немного. Адекватные люди и так все понимают. Такое сборище людей только подстегнет этот коронавирус. Лукашенко это не важно. Вот у меня такое сложилось впечатление, что ему главное вот этот, создать видимость, так сказать, парада, этого торжества, где он, основное лицо, где его сыновья рядом стоят. Понимаешь, вот для него важно что. А что касается умерших, так они не от коронавируса, они же погибают от каких-то своих старых болячих. Но ведь если не парад, увидел ли бы мир это все, услышал ли бы эти ценные наставления? Любить родителей и землю, уважать старших, не бояться работы. Не бойтесь работать и через 100-500 лет вам, возможно, удастся заработать хотя бы на такую же, как у Лукашенко, машину. В опять 25-й раз рассказывать про героическую победу над немецко-фашистскими захватчиками «Сияющая лысина» приехала почему-то на немецком «Майбахе» за полтора миллиона долларов. Антикоронное рукопожатие для храбрости и предсказуемая речь про негодяев-оппонентов следом. Но в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры в мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Мы просто не могли иначе. У нас не было другого выбора. А если и был бы, мы поступили бы так же. Но погодите-ка, это ведь вообще не наша война. Вторая мировая война, у нас Великая Отечественная война. Полностью Беларусь стерли с лица земли. Это не наши были войны. Ну, войны не наши, а победы-то наши. Поэтому как тут отменить парад? Это самая пострадавшая республика. Это на сегодняшний день живой памятник той жестокой войне. И здесь надо было собраться. А тем более сейчас. Ведь показуха – наше все. И с высокой колокольни плевали мы и на жизни, и здоровье людей, и на рекомендации ВОЗ, и на все усилия врачей. Минздрав, кстати, почему-то не советовал воздержаться от массовых мероприятий 9 мая. Хотя рекомендовал оставаться дома и на Радуницу, и на Пасху. Видимо, главврач страны запретил. У него свои подходы, разработанные собственноручно. Я знаю критерии, я их выработал сам и довел до исполнителей. Ну, если критерий разрабатывал сам Лукашенко, люди точно могут спать спокойно. Автор тракторно-водочных трактатов лечебных методик. Примерный семьянин с 45-летним стажем просто не может подсунуть электорату ложевое и неэффективное средство борьбы с вирусом. Если ты уже целовался с кем-то, то целуйся дальше. Не лезь там, если ты мужик, другой женщина и так далее. Ну, потерпи месяц. Если ты где-то терся там в семье, останься в семье. Выйди на улицу, на велосипеде катайся, продышись хорошенько, чтобы легкие заработали как следует. Это же болезнь легких. Легкомысленное отношение к смертельно опасному вирусу. Нельзя такое говорить, когда твоя страна первая в СНГ по количеству случаев на миллион населения, скажете вы. Да фигня все это, ответит Лукашенко. Чего мы паримся? Не такой он уже опасный этот вирус, как нам казалось это в начале. А в Беларуси там столько заболевших. Так это выявлено заболевших за сутки, за все время и так далее. Так это плохо или хорошо? Это же хорошо, что мы выявляем. Я не вижу, в чем мы не правы. Странно, что он еще не догадался просто запретить умирать. Хотя, постойте-ка. Категорически предупредить, что головой все отвечают за смертность населения. Железно надо требовать от Минздрава и врачей сохранения жизни людей. И я это беру на серьезный контроль. Но не стоит думать, что Лукашенко просто черствый кусок мяса с костями, делающий все лишь ради личной выгоды. Во-первых, у него есть душа и сердце. А во-вторых, туда на пару минут даже залетало толика сомнения по поводу парада. Ну, все-таки, ну, в душе, в сердце как-то настороженность была. У адекватных белорусов этой настороженности и сомнений оказалось куда больше. Они в большинстве своем, не говоря уже о регионах, мероприятия по уничтожению городского асфальта и сжиганию миллионов долларов бюджетных денег в воздухе и на земле полностью проигнорировали. За пределами согнанных трибун людей практически не было. Да и смысл смотреть на то, что и так из года в год повторяется. Вот даже сейчас вы смотрите нарезку парадов разных лет и вряд ли замечаете разницу. Люди уже давно, если обсуждают что-то, то не сам парад, а в зависимости от креатива властей, то унитазы, то колбасы на нем, то вот замедаленную похлеще, чем у некоторых ветеранов, грудь вот этого майора на вип-трибуне среди генералов и полковников. Придумали даже фотожабу. Единственной интригой этого года было, пожалуй, то, что же случится на этот раз. Три года назад, напомним, это был танк, который поцеловал столб. В 2018-м происшествие было в кои-то веки незначительным и в некоторой степени даже милым. Одна из женщин-военнослужащих, впервые приглашенных на парад, потеряла туфлю, но, как ни в чем не бывало, продолжила маршировать. В следующем году ЧП было сразу несколько. Сперва танк решил повторить подвиг своего предшественника и с присущей белорусской армией элегантностью после небольшого дрифта едва не вылетел на тротуар. Чудом никто не пострадал. Однако без жертв в тот вечер все же не обошлось. Спустя несколько часов смертельный фейерверк осколком лишил жизни пожилую женщину. Короче, сейчас там вот куча людей, там женщина кровью истекает. Как минимум 10 человек пострадали. Входим в асфальт! Азад отходим! В этом году парад смерти пока обошелся без жертв. Результаты вскрытия будут через пару дней. Если не считать, конечно, традиционных поломок лучшей техники страны. Лицо белорусской армии, он заглох. Просто банально заглох. Заглох, смотри. Правда, это лишь в плюс, хоть скорая проедет. И этого инцидента с потерявшим сознание солдатом. Ребенок. Ара! Ой, я не могу. Бирну! Боже, боже, боже. А вот с Лукашенко такого бы не произошло. Злые языки говорят, что кроме уже традиционного для таких дел кондиционера, специально для дегенерала установили систему уличной узконаправленной дезинфекции на 70 квадратных метров. Удивились этому немногие. В белорусских реалиях любой праздник со слезами на глазах. От потраченных сумм, от отношения к людям, от уровня организации. Но УГ, усатому генералиссимусу, хоть бы хны, стоит, поет и даже в покрашенный ус не дует. Сидио, югой слава! Здравый смысл снова победили. Всех ветеранов в один автобус сгрузили. Теперь осталось лишь расправиться с внутренними врагами. Тем более, что обстановочка-то накаляется. Уже два десятка претендентов заменить говнокомандующего нарисовалось. От блогеров до предпринимателей, от банкиров до фермеров, от активистов до бывших послов. Заявляя в своем намерении участвовать в президентской кампании в качестве кандидата в президенты. Если нам окажут поддержку люди, мы сможем ее реализовать. Просто сделать маленький-маленький шаг для того, чтобы выборы в Белоруссии на самом деле носили интернативный характер. Действовать придется в крайне сжатые сроки. Центр избирком назначил выборы на максимально возможную ближайшую дату – 9 августа. Неделя на подачу заявлений, меньше месяца на собрание подписей в условиях эпидемии, летних отпусков и политической апатии у людей. 30 дней на предвыборную агитацию. Сам Лукашенко проходить через все эти круги ада пока не сильно рвется. Заявление в ЦИК от его имени подал глава Федерации профсоюзов Михаил Орда. Он же будет руководить инициативной группой то ли бывшего, то ли будущего президента, отработавшего уже 5 сроков. Но Лукашенко предупреждает – голосовать за него не надо. Конечно, я буду переживать, но тем не менее вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. И я пообещаю, что синими пальцами за кресло держаться не буду. Видимо, вариант с преемником, а точнее преемница, и он все же решил отложить до следующих выборов. Не обязательно Лукашенко. Не обязательно. Может, ваш руководитель. А лучше всего Наталья Ивановна Качанова. Первая женщина надежная будет. Почему нет? Но не будем наивными. Шанс упустить возможность пятилетнего сидения в теплом кресле, окруженном прикормленной свитой, Лукашенко вряд ли упустит. Тем более, что и работа-то в основном не пыльная. Плюшки, клюшки, шлюшки и пару часов позирования за документами. Он никогда не оставался на работе после часу дня. То есть он всегда приезжал где-то около десяти, даже не девяти. Встречался с какими-то людьми, которые у него в графике были поставлены и уезжал. Это когда он появлялся на работе. Но он появлялся на работе далеко не каждый день. С таким загруженным графиком, понятное дело, может быть просто некогда лично подавать документы в цирк. Простите, в цик. Благо, свои люди у него везде. Можно просто позвонить, а надежная бабушка Лида все сама оформит, исправит и нарисует столько, сколько надо. Если посмотреть график проведения избирательных кампаний в мире, они отложены. Либо на осень, либо вообще на неопределенный срок. Естественно, и у нас, я думаю, поступили бы подобным же образом. Естественно, выборы были бы отложены. Но поскольку у нас Конституция Республики Беларусь не позволяет отложение выборов дальше крайнего предела, за исключением двух событий, это чрезвычайное военное положение, то решение необходимо было принимать. Правда, есть один нюанс. Люди против. И чтобы они не мешали рулить, нужно устранить самых громких несогласных. Огромные штрафы и десятки суток административного ареста получили в Беларуси недавно не только сторонники видеоблогера Сергея Тихановского, но даже и случайно прохожие и журналисты. Началось все с задержания самого блогера. Будет ломать? Так пусть документы покажет, я открою. Не, бить не надо. Так покажите мне удостоверение. Ребята, собираются бить. Без предъявления документов и объяснения причин, с угрозой применения физической силы его внезапно задержали, отбывать 15-суточный арест за еще декабрьскую акцию протеста. В Беларуси это называется «старые сутки» пригодились. Сторонники блогера, коих собралось уже достаточно, Тихановский почти весь этот год ездил по стране, показывая проблемы людей, начали выходить на стихийные акции поддержки. Сначала под изолятор, где содержался блогер, а затем и на улице городов. Изначально милиция просто напоминала собравшимся о законе больше трех не собираться. Но позже перешла к более привычным для себя методам работы. В преддверии 9 мая по стране началась настоящая облава на несогласных. Всех, кто хоть как-то засветился на стримах блогера, хватали и не церемонясь увозили в изолятор. Более 120 задержанных в 17 городах страны. 50 человек получили административные аресты, 20 были оштрафованы. За то, что просто мирно высказывали свое мнение на улице. Досталось и совершенно случайным людям. Во время так называемого антипарада в Бобруйске задержали даже людей, которые просто ждали на остановке автобус. Ребята, смотрите какой цирк. Вылис ОМОН с машины начинает забирать людей. Просто всех, просто всех забрали. Я ехал на работу. На видео четко было видно, что у меня нету никакого нарушения. Судья, начхав на это, дала 10 суток ареста. Я находясь в ВВСе вот три дня. Моя рука никто, ни жена, ни мать не знала вообще, где я нахожусь. Вообще никто. Я вот сейчас позвонил, они даже не словно духом, где я. Под каток репрессий в это непростое время попали даже медики. В Лиде за встречу с блогером двух фельдшеров скорой осудили на 7 суток. На стриме они рассказывали о нехватке защитных средств и плохом отношении к работникам со стороны руководства. Отправили бригаду на подозрение с коронавирусом. Отправили в перчатках и в маске, без костюмов. От заведующих было поступление, чтобы не создавали панику у населения, выехать. Традиционно преследуют брестских блогеров и активистов. Максимальные санкции получают Сергей Петрухин и Александр Кабанов. Залетают ОМОНовцы. Пух-пух-пух, все позабирали. Я говорю, представьтесь, никто не представляется, за что задержан. Не говорят, пакуют, увозят. Сознание потерял, плохо стало, упал. Так меня в скорую не вызывали, а заволокли в итоге в этот автозак. Вон, синяки на ногах. Вон, синяки на ногах. Отличием этой волны задержаний стало то, что на сутки отправились даже журналисты, которых раньше практически не трогали. Троих осудили в Могилеве, одного Дмитрия Лупача в Глубоком. Решение суда для него стало настолько неожиданным, что он с гипертоническим кризом попал в реанимацию. Непростым дизлайком оценивает государство и безобидные молодежные акции. Активистов, которые во время парада устроили перформанс с гробом, также осудили на сутки. Причем бояться власти начали, даже сексистски выражаясь, представительниц слабого пола. Пять суток ареста пришлось отбыть активистке Елизавете Прокопчик, отчисленная, к слову, недавно из университета за свою деятельность. Однако квинтэссенцией идиотизма столичных силовиков стало задержание соратника задержанных активистов Петра Маркелова, который, согласно протоколу, цитата, «из хулиганских побуждений лежал на скамейке в зале суда». И хоть изначально Петра задерживали якобы из-за подозрения в сходстве с разыскиваемым преступником, позже он стал виновным в хулиганстве и неподчинении законным требованиям сотрудников милиции. Итог – 10 суток ареста. Хоть законом там и не пахло. Не делать людям хуже, а наоборот все сомнения в пользу людей толковать, пусть даже и правонарушителей и преступников. У нас все-таки должны лучшие представители общества работать, служить, трудиться, и они должны примером быть. Поэтому их дисциплина должна быть чуть покрепче, чем вообще, скажем так, у народа по стране в целом. Гражданин вслед вам должен улыбнуться и вашим родителям здоровья пожелать, потому что вы с ними поговорили вежливо, толково, а вы должны уйти с чувством, что вы ему не навредили, не нахамили и оказали помощь. Он доволен остался вашей культурой, общением и всеми остальными вопросами. То, что милиции в преддверии выборов выдан карт-бланш на беспредел, сомневаются немногие. Уголовные дела за стихотворения в комментариях, избиение за незначительное правонарушение. Вот, видимо, сюда улетел головой, и вот тут я лежал, и меня попытались залмать руки. И фальсификации новых дел покажутся цветочками. Милиционерам теперь, как и раньше, можно все. Безнаказанно подрезать, врать в рапортах. Он не отходил от двора, от камеры ни на секунду. И он написал, что ты на остановке, которая находится полкилометра отсюда, не подчинился. А после сложных дней и немного расслабляться. Ну а как с такой работой не спиться? Вы хорошо себя чувствуете? Конечно, отлично. Впереди Беларусь ждет настоящее закручивание гаек. Евросоюз уже выразил обеспокоенность. А что там, кстати, в этом обезумевшем и потерявшем ориентиры мире нового? Говорят, в загнивающей Европе вообще на людей забили. Посмотрите, что творится на Западе. Деньги есть, будешь жить. Нет денег. Умирать будешь, может быть, если будет место, в больницу возьмем. Интересно, эти бездуховные о войне вообще вспоминали? Из-за пандемии коронавируса День памяти и примирения в Европе прошел без особых торжеств. В Польше, стране, которая первая приняла на себя удар нацистской Германии и еще одного тоталитарного государства, президент Дуда без зрителей возложил цветы к памятнику неизвестному солдату. Мы отмечаем день окончания Второй мировой войны 8 мая. Так его отмечает Западная Европа. Так его отмечает Свободный мир. Каждый год для нас это в некотором смысле сладко-горькая годовщина, потому что закончилась Вторая мировая война, в которой погибли почти 6 миллионов польских граждан. Похожим образом, 8 мая отметили и в других западных странах с небольшими индивидуальными особенностями. В Великобритании, например, члены правительства, королевской семьи и простые граждане вышли на пороги своих домов и почтили жертв войны минутой молчания. А над Лондоном пролетели военные самолеты. В стороне не осталась и виновница торжества – Германия. Канцлер Ангела Меркель с членами правительства возложила цветы к памятнику жертв тирании и милитаризма. А на Бранденбургских вратах, одной из главных достопримечательностей Берлина, появились слова благодарности освободителям от нацизма на нескольких языках, в том числе и белорусском. Однако в раскаяние немцев до сих пор верят не все. Я хочу, чтобы мы почтили память наших дедов и прадедов, а также использовали бы их опыт в борьбе с современным евроамериканским и бандеровским фашизмом. Официальная Москва повела себя сдержанней. Путин перенес традиционный парад и также ограничился возложением цветов и видеообращением к россиянам, Уважаемые граждане России! Военным! Уважаемые товарищи! И внезапно жителям Австрии. Дорогие друзья! Либо фруэнды! Добрый день! Грюс Год! К слову, определенные слои населения сочли минимализм неуместным, когда дело касается Дня Победы. Что, мрази? Вы что, мрази, делаете? Я слышала тоже, что... 9 мая! За вас! За вас, твари, гибли люди! Вы, посмотри, что вы себя представляете! Брази! Как известно, настоящим коммунистам коронавирус не страшен, и они, вопреки карантину, попытались устроить массовые гуляния, что привело к задержаниям в Москве, День Победы устроили! Что вы устроили? Петропавловске-Камчатском, Полиция наша великая, мудрая! Это полицаи, блядь, это не полиция! Не мы! Казани, И целом, в ряде других городов России. Чего коммунистам не имется, спросите вы? Некоторые эксперты считают, что культ Победы стал своеобразной религией в России, да и в Беларуси, как христианство на Западе или ислам на Востоке. Путин с Лукашенко не особенно это скрывают, подчеркивая в своих речах сакральность происходящего. Духовное, нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а наше отношение к нему священно. С Днем Победы! Этот праздник для нас священный. Как и у любой другой религии, у культа Победы есть свои мученики, священные места типа Хатыни и Брестской крепости и вера в возвращение СССР, как во второе пришествие Христа и Царство Господне. И если прагматичный Путин использует культ Победы с холодным расчетом для агрессии на другие страны под обложкой защиты русского мира, то простоватый Лукашенко действительно сам во все это верит, считает политолог из Лондона Тадеуш Гичан. Советскость, ностальгия по Союзу, это всегда был главный конек Лукашенко, на котором он въехал на трон в Белоруссии и чуть ли не въехал в Кремль. Но если раньше, кроме возвращения советского прошлого, у него были и другие достижения, растущая экономика, отсутствие границы с Россией, то теперь, когда экономика приказывает долго жить, а Россия закрыла границу, он фактически оказался у разбитого корыта, где взял страну, там и оставил. Парад, это его такая единственная отдушина, возможность опять почувствовать себя собирателем славянских земель, как К-90. Стоит отметить, что в этом году глава Белоруссии не единственный, кто, вопреки смертельной эпидемии, решил поиграть в маршала Жукова. За Лукашенко решил повторить его друг, диктатор Туркменистана Гурбан Гулыберд и Мухаммедов. Примечательно, что это первый парад на День Победы в Туркменистане. До этого солдаты маршировали в Ашхабаде только на День Независимости. В этот знаменательный день от всего сердца желаю ветеранам войны, труженикам тела, всем гражданам нашей страны, народам стран, содружества и других зарубежных государств крепкого здоровья, счастья, благополучия и процветания. Что характерно, дела с коронавирусом в Туркменистане обстоят еще драматичнее, чем в Беларуси. Если у нас через официальные источники можно получить хоть какую информацию об эпидемии, то там отрицают сам факт наличия коронавируса в стране. А за публичные разговоры о пандемии можно получить 10 суток ареста. Мы пытаемся в Беларуси внедрить все то лучшее, что вы делаете в Ашхабаде. Потому Берды Мухаммедову бояться нечего. Если после военного парада в Ашхабаде произойдет вспышка заболеваемости, об этом все равно никто и ничего не узнает. Ян Вербицкий обо всем на свете. Но если вы хотите не только понимать политику, но и влиять на нее, рекомендую подписаться на канал Радикс, анархиста и политического аналитика Николая Детка. Николай делает ролики, где разбирает действия властей и рассказывает о том, как устроена политика и экономика. Учит, как сопротивляться в условиях авторитетного режима. А еще у него есть целая серия подкастов радио Радикс. Серьезные монологи о политике и интервью с белорусскими активистами. Супадение? Не думаю. Радикс – это канал для тех, кто любит думать. А самое главное – хочет действовать. Всем рекомендую, наберите латинскими буквами «Радикс» в поиске или пройдите по ссылке в описании. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и делитесь видео с друзьями. До новых встреч и хороших вам новостей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова